Всем привет! Сегодня я вам хочу показать свои покупки, приобретения недавние и давние тоже. Покажу я вам сегодня какие-то уходовые приобретения. Ну и поехали! По традиции начну с волос. Приобретала вот такую вот линейку бальзама и шампуня от DAV. У меня это серия, которая интенсивное восстановление с технологией Кератин Актив. Я уже пользовалась этими средствами и честно сказать, ничего плохого не могу сказать про них. И ничего хорошего-то в принципе. Могу сказать только то, что я заметила. Это когда шампунем промываю голову, ощущения неплохие и после того, как я смываю само средство с волос, я ощущаю, что волосы мягкие. Именно вот концы волос моих, они очень у меня пересушены. Я, кстати, хочу подстричься, так как концы у меня очень пересушены и они секутся, они у меня жесткие время от времени. Если даже масло использую, они жесткие все равно. Поэтому я была удивлена именно вот этим эффектом, этому эффекту, да, что шампунь именно смягчает неплохо волосы, промывает кожу головы хорошо. Запахи абсолютно нейтральные, я их не ощущаю абсолютно на своих волосах. Бальзам неплохой, он неплохо смягчает тоже концы волос, но ничего особенного, честно. Допустим, есть бальзамы, которыми я пользовалась и они настолько делали гладкими мои волосы, они настолько их смягчали, что про этот бальзам я не могу такого сказать. Он обычный, стандартный. Ну и для лица я снова приобрела гаммаж от Organic Shop. Это кофейный гаммаж. Я давно им как-то пользовалась и увидела на прилавке магазина и не удержалась, просто взяла. Потому что я помню, что он мне нравился. Я помню хорошие вот эти впечатления, ощущения от него. И честно, сейчас я им пользуюсь как бы те же самые впечатления, ощущения. Мне нравится иногда и утром им пользоваться, когда смываю косметику. В общем, средство хорошее. Могу советовать только именно для жирной кожи. Потому что такие вот частые применения таких средств для других типов кожи не советую. Ну и новинка, которую я приобрела недавно, это скраб от фирмы Freeman. Я как-то давно еще хотела даже через интернет заказать это средство. И как-то все думала, нужно оно мне, не нужно. Потому что у меня была такая маска в таком большом вот тюбике, очищающая с гранатом, по-моему. Я ее так долго добивала, я просто уже мазала и на руки, делала маску. И чуть ли не на все тело. Потому что, ну, во-первых, быстро очень надоедает. Любая косметика быстро надоедает. А тут еще такой объем, конечно, неплохо иметь такие объемы, кто любит постоянство в косметике, да, даже в уходовой. Я не могу сказать, что я именно тот человек, который любит постоянство в косметике. У меня очень быстро привыкает кожа ко всему. Поэтому у меня тогда, я помню, к такой маске привыкла быстро кожа. И я что очищала ей, что не очищала кожу. В общем, мне казалось, что эффекта уже практически никакого она не дает. Я даже помню, остатки были уже меньше половины. И я подумала, что она уже испортилась и уже не работает. Но вот решилась взять скраб. Я его давно хотела. Девчонки, я смотрела на ютубе ролики раньше. Они хвалили этот скраб, но вот именно из-за такого большого количества. Девчонки говорили, что он быстро надоедает. И такое большое количество нереально использовать за короткое время. Но я, если мне надоест, я в итоге возьму просто и использовать буду его на тело. Потому что, ну да, нереально будет его на лицо допользовать за короткое время. О скрабе. Скраб мне понравился. Он чем-то, знаете, мне напоминает скраб действительно абрикосовые косточки от чистой линии. Так как он напоминает мне абрикосовые косточки, я, в принципе, им довольна. Потому что тот скраб мне нравился. Просто от него у меня в последнее время почему-то стали появляться высыпания. Я не знаю, с чем это связано. Надеюсь, от этого у меня такого не будет. А даже если и будет, то допользую на тело. И еще я приобрела для лица маску очищающую. Хотела тоже от Freeman. Но побоялась, опять же, такой миллилитраж брать. И я не помню, какая очищающая хорошая. Какую хвалили. Либо с авокадо, либо с огурцом. Напишите в комментариях. Я просто реально не помню. Но я взяла вот такую маску. Это от Belita Vitex маска. Маска минутка. Для лица антибактериальная. Глубокое очищение проблемной кожи. Быстрая помощь. Написано здесь вот так крупно. Столб акне. Честно, я ее использовала минимальное количество раз. И она просто сейчас валяется. И я ее, наверное, просто выброшу. Потому что она ничего не делает. Хотела матюкнуться, но да. Наносишь просто прозрачную жидкость какую-то на лицо. И в течение указанного времени сидишь, одну-две минуты смываешь. И лицо абсолютно не изменилось. Также у меня закончился практически мой крем под глаза. И я искала что-то новенькое. Смотрела я разные фирмы. И дорогие, и не очень. И, в общем, остановилась на фирме LibreDerm витамин Е крем-антиоксидант для нежной кожи вокруг глаз. Я не видела, не читала, нигде не смотрела отзывы на этот крем. Но так как эту косметику обычно все хвалят, я под этим делом пошла и купила просто ихний крем под глаза. Вернее, я просто в супермаркете, проходя мимо, увидела эту фирму и взяла как бы. Мысли у меня были о том, что фирму эту многие хвалят, да. В общем, да, я взяла этот крем. И этот крем такой легкий, полупрозрачный практически. И неплохо наносится, неплохо впитывается. Кожа вокруг глаз кажется такой увлажненной, напитанной. Но есть одно но. Когда я нанесла этот крем, я сразу ощутила жжение. Причем жжение на самой области вокруг глаз. И жжение именно самой роговицы. Я не знаю, как это сказать. Самой слизистой. Очень неприятные ощущения. Мне хотелось сразу пойти умыться. Но потом, не знаю, буквально 5 минут прошло, наверное. И этот эффект исчез. Я не знаю, что это было. И я решила больше не рисковать, не использовать его. Потому что такой эффект мне не нужен. Я использую такие средства под глаза, вокруг глаз, да, для век. Именно для того, чтобы можно было и ночью использовать, и на утро. А если я даже на ночь не могу использовать его, то что можно говорить про утро? Я нанесу макияж, и подует легкий ветерок, и начнут слезиться глаза. Нафиг оно мне надо. Ну и еще я для лица брала вот такую вот умывалку от Joy Skin. Знаю, тоже хвалят эту фирму. Она увлажняющая. Я ее взяла на сейчас такой вот холодный период. Но оказалось, что у моей сестры, в принципе, завалялась одна умывалка от Avon еще. Пенка такая. Кто помнит, кто знает, может быть. Мы сейчас пользуемся ею, потому что у нее уже скоро истечет срок годности. Этим средством мы пока еще не пользовались. Здесь вот такая тоже огромная туба. Хватит, я уверена, его надолго. Но я не открывала еще. Здесь все запечатано. Поэтому я не знаю даже, какое средство там внутри. Но когда попробую, обязательно либо в пустых баночках, либо во влоге каком-нибудь упомяну однозначно. Ну и также я не могла пройти мимо нашумевшего продукта. Это у нас облепиха Сибирика. Я взяла от облепихи Сибирики скраб для тела. Почему я взяла именно скраб? Потому что многие хвалили вот этот шампунь, бальзам, потом маску. Вот именно облепихи Сибирики. Я попробовала шампунь. Он мне понравился. Буквально до половины бутылька. Потом я просто не могла им пользоваться, потому что у меня появилась перхоть. И я ничем другим тогда не пользовалась. Поэтому я сетую на этот шампунь. И кому-то он подходит, кому-то не очень. Дело каждого правильно. И я решила не пробовать эту маску, потому что навряд ли она может быть не понравится. Я именно так подумала. И я решила взять именно скраб для тела. Опять же, я повторюсь, что я делаю сама скрабы для тела. И они мне очень нравятся. Ничем не отличаются от таких готовых скрабов. Они могут отличаться, наверное, только тем, что их нужно готовить самому. Мое мнение, мне очень понравилось это средство, потому что здесь, во-первых, не такой запах, как в шампуне. В шампуне он немножко какой-то искаженный был, честно. Мне он понравился, но не настолько, как в скрабе. В скрабе этот запах вообще шикарный. Вот я просто, когда его использую, я как будто релаксирую, как будто в каком-то спа-салоне нахожусь. Это действительно какое-то наслаждение. Я вот просто слюни текут у меня сейчас и все. Это действительно пахнет чем-то таким вкусным, чем-то приятным. Сам скраб, он идет солевой с вкраплениями какими-то косточек каких-то, я так понимаю. Наверное, вот именно облепихи, косточки облепихи. Эффект, в принципе, на теле такой же, как и от домашних скрабов солевых. Ну, на то это и солевой скраб, потому что именно сама соль, она скрабирует, она именно будоражит кожу и подтягивает ее. Поэтому любой солевой скраб, какой вы не возьмете, какой вы будете использовать, любой скраб даст вам такой эффект. Именно солевой. Я не пробовала именно сахарные скрабы, может быть, когда-нибудь сделаю себе, но вот солевые я пробовала. И честно скажу, мне этот эффект нравится, я просто от него обалдеваю. В общем, да, этот скраб мне очень понравился. Я, кстати, его использую уже давно, причем я использую, бывает, и через день его, и раз в неделю, в общем, под настроением, можно так сказать. И у меня, как видите, его еще достаточно. Так что я бы не сказала, что он не экономичен, он довольно-таки экономичен, и обошелся он мне что-то в 300 с чем-то рублей. Мне показалось тогда, что это дорого для такой маленькой якобы баночки. Но так как я его использую, и он экономичен, кажется, то 300 рублей это не такие большие деньги. Также я приобрела масло для тела от вот этой немецкой фирмы, Бетхен, или как-то так, в общем, не буду ломать и свой язык, и портить название. Я, опять же, это масло для тела приобрела по наводке Катрины Бэй. И, честно сказать, я как-то не очень впечатлилась. Я его пробовала буквально один раз. Может быть, дальше он мне понравится, так как здесь водя в 400 миллилитров, и обошелся он мне что-то около 300 рублей. Я его брала, я так понимаю, по скидке в магазине Кораблик, по-моему, что-то такое, детский магазин обычный. Так что, если у вас где-то есть такой магазин, заходите туда, там действительно вот такие вот огромные бутыли стоят не очень дорого. Хотя в аптеке маленький 200 миллилитров, по-моему, или 250 бутылёк стоил что-то в районе 400 рублей. Я вот сравнивала цены, и когда увидела 200-300 рублей цену, я, конечно, схватила сразу и побежала на кассу. Запах здесь такой растительный, мне кажется. Действительно, вот тут какая-то ромашка нарисована. Мало того, что еще на украинском мове написано, в общем, с маслом подсолнечника и карите. Использовав его на кожу, да, он, наверное, будет посуше, чем Johnson's Baby, именно по ощущениям нанесения. Но вот по увлажнению, мне кажется, у Johnson's Baby эффект получше. Ну, мне, по крайней мере, нравится больше. Я, конечно, буду и дальше его еще использовать, как-то к нему приглядываться. Но потом расскажу либо в пустых баночках, либо расскажу уже в следующих покупках, если я опять новую бадью куплю. В общем, в любом случае, вы дальше увидите, как я к нему отношусь. Ну, и также я приобретала с сестрой вот такие вот носочки педикюрные от L'Etoile. Ну, обычная, стандартная ихняя такая упаковка. Написано здесь было, что нужно держать 60 минут. Мы держали с сестрой час. На 4-7 день после использования огрубевшая кожа на стопах начнет активно отшелушиваться. Процесс отшелушивания будет продолжаться в течение последних 3-5 дней. Не использовать в этот период дополнительные механические средства для удаления огрубевшей кожи и мозолей. Сразу скажу, что у меня пятки, конечно, не в запущенном состоянии. Я за ними активно всегда ухаживала. Я не могу, конечно, похвалиться, что мои пятки как у младенца. Нет, но они не как у бабки старой, допустим. Мне это средство не понравилось. Я еще возьму, попробую, может быть, что-то именно из корейских средств, именно носочков таких. Но от L'Etoile мне не понравились. Я слышала какие-то отзывы от каких-то девчонок, что им понравились эти носки. И здесь даже знакомые, вот моей сестры, она пробовала со своей мамой одну упаковку на двоих. И у них все, у обеих слазило, все было идеально. Не знаю, у меня, во-первых, начало это все дело слазить. Прошло уже, грубо говоря, наверное, больше 10 точно дней. Тогда только у меня уже начала слазить кожа. И слазить она начала у меня не на пятках, именно не на ступне, а именно вот сверху, именно по самому ободу, да, вот где-то вот здесь, где гель доставал, между пальцев. А именно сами пятки, сама ступня, она у меня была гладкой. Ну как, она была шероховатая немножко, но вот когда истекло 10 с чем-то дней, может быть, даже 12 прошло дней, у меня там все было гладко и супер. Я не носила ни носки, ничего, в общем, как-то мне не нужно было, потому что, опять же, отшелушивалось у меня минимальное количество кожи. И, честно, вот, ну не знаю, 3-5 дней отшелушиваются, ну да, где-то 4 дня, наверное, у меня это все облазило. Сейчас буквально какие-то мелкие отголоски. Что хочу сказать про свою сестру? Использовали мы один на двоих, но, честно сказать, у сестры также в такое же время начали облазить ноги. Я бы не сказала, что эти носки как-то ей слишком помогли. Да, какая-то поверхностная неровность слезла, но вот какие-то натоптыши это вообще не спасло. Я, конечно, и не надеялась на это, но сестра, наверное, надеялась. В общем, ей они тоже не очень понравились. Я лично не советую для тех людей, у которых именно проблемы с ногами. Проблемы с ногами нужно решать. Нужно, во-первых, сходить на педикюр, и чтобы вам там все пообрезали, чтобы вам там почистили хорошо ноги. А потом уже поддерживать это состояние чистых ног именно вот такими носочками, именно очень питательными кремами. Можно носки гелевые купить и туда крем добавлять на ночь, это все оставлять на ногах. Нужно ухаживать за своими ногами, а не потом брать вот такие носки и действительно говорить, что они не помогают. Они не помогут, потому что нужно всегда ухаживать. Вот и все, что я вам хотела показать. Это и все мои покупки. Рада была с вами сегодня поболтать. Рада была с вами сегодня поделиться всеми своими этими покупками. Жду от вас комментариев, жду от вас каких-то советов. В общем, в любом случае пишите мне, мне очень это приятно. Ну а я с вами прощаюсь, всех целую, обнимаю. Обязательно увидимся в следующих видео и пока-пока.